Для многих семейных пар процесс зачатия ребенка становится настоящим испытанием. Когда мужчина уже превращается в донора спермы, все делается по часам, каждый цикл отслеживается чуть ли не по минутам. И это очень изнашивает психику и женщины, и мужчины, потому что нужно воздерживаться от вредных привычек, от алкоголя, от сигарет. Секс превращается в рутину. И, к сожалению, такой процесс очень часто становится разрушительный для семьи. Если вы попали в такую ситуацию, что уже больше года, когда вы живете активной половой жизнью с вашим партнером, вы не можете забеременеть, и все врачи при этом говорят, что все в порядке, то, может быть, вопрос связан именно с психикой, так называемое психологическое или психогенное, психосоматическое бесплодие. О нем сегодня и поговорим. Но прежде чем мы разберем причины психогенного бесплодия и что с этим делать, я еще раз хочу подчеркнуть, что важно провериться у врача, исключить все патологии физиологические, у врача-репродуктолога, гинеколога. Не только вы, как женщина, но и мужчина должен провериться у врача. И только если врачи, несколько врачей говорят, что все хорошо, все в порядке, с нашей стороны нет никаких ограничений, просто занимайтесь процессом своего удовольствия, а вы понимаете, что каждый месяц вы ждете этих двух заветных палочек, а их все нет, то тогда я рекомендую вам дослушать этот ролик до конца. Итак, почему же наша психика может влиять на такие важные процессы, как репродукция, как продолжение рода? Если вы заметите, то нервная система, она влияет практически на всю нашу жизнь. И когда, например, женщина очень старается забеременеть, для нее это становится сверхценной идеей, то внутри как будто бы все сжимается, нервная система начинает посылать больше импульсов, так как этот процесс становится важным. Поэтому прежде чем мы говорим о причинах, я бы хотел сказать, что самая распространенная причина – это стрессы, это хроническая усталость. Посмотрите на наших женщин, на них так много всего понавешено, и быт, и семья, и муж, и работа, и, может быть, первый ребенок, если с первой беременностью все в порядке, например. Потому что бывают женщины, которые не могут повторно забеременеть. Мы об этом сегодня тоже чуть-чуть поговорим. Найдите время для того, чтобы позаботиться о себе любимой. Найдите время для того, чтобы хотя бы чуть-чуть избавиться на время вот этих стрессов. Мужчины, если вы меня слышите, дайте возможность скинуть с плеч, с женских хрупких плеч, часть обязанностей и часть тяжестей, которые они несут по жизни. Ну, если говорить о более глубоких причинах, то их можно разделить на некоторые типы. Первый тип причин — это все, что касается страха. Причем нередко страх этот неосознаваемый. Вы замечали, что мы сознанием вроде бы понимаем, то есть женщина хочет сознательно ребенка, она все делает для этого, но бессознательно есть процессы, которые находятся глубоко в психике, которые не дают этому случиться. Так вот страх — один из бессознательных процессов, который часто не отслеживается нами, но нередко регулирует те процессы жизненные, которые мы делаем, в которых мы участвуем. Какие это, может быть, страхи, мы сейчас разберем, но прежде мне хочется сказать, что это может касаться еще и тревожных расстройств личности, когда женщина все время паникует, когда она тревожится за себя, за мужа, за будущую беременность, за будущее семьи, за финансовое состояние. То есть тревожный тип. Конечно, от этого какой-то одной техникой не избавиться. И здесь хорошо бы проконсультироваться с психологом и поработать над этим состоянием, чтобы избавиться от него. Но если вы понимаете, что «да я вроде бы спокойная, я просто искренне хочу ребенка, я очень люблю детей», но бывает, что страхи неосознаваемые. Какие это страхи? Во-первых, это страх материнства в целом, потому что бывает так, что в детстве ребенок, глядя на маму, а это может быть уже вытеснено, забыто, глядя на маму, девочка смотрела и понимала, что материнство – это что-то очень тяжелое, это что-то очень ответственное, это действительно как крест, который нужно нести до конца своих дней, потому что ребенка ты уже не выкинешь никуда, а это с тобой на всю жизнь, как татуировка на лице. И если вы сейчас, пока я говорю, отслеживаете какие-то моменты, которые, может быть, чуть-чуть резонируют с вами, ваша душа шелохнется на какие-то мои слова, делайте для себя пометки, с чем, может быть, вам стоит поработать. Так вот, первое – это страх материнства. Второе, очень частый страх – это страх за ребенка, за будущего ребенка, например, что ребенок может родиться с патологией, не такой, как у всех, то, что беременность сама может протекать как-то сложно, сами роды – это страшный процесс, и, может быть, это очень тяжело. Бывают случаи, когда девочка просто увидела где-то в подростковом возрасте, может быть, картинку или видео родов, и это ее сильно впечатлило, или мама, может быть, в детстве как-то плохо отозвалась о другой беременной женщине, и девочка неосознанно боится иметь вот такой большой живот и иметь кого-то внутри себя. Опять же, это может быть очень неосознаваемо. Нередко присутствует страх за ребенка в том плане, что сейчас такой мир непредсказуемый, опасный, как я его выпущу в этот мир. Вроде бы хочу очень ребенка, но этот мир не для того, чтобы такое маленькое хрупкое существо появлялось в нем. И у кого-то из вас может возникнуть вопрос, который часто задают женщины, которые не могут забеременеть. Ну почему вот у нее, она алкоголичка, она ведет антисоциальный образ жизни, бог ей дал трех детей, и за четвертым вроде бы собрались, а я с высшим образованием, муж у меня такой хороший, мы все делаем, стараемся, а никак не получается. И нередко ответ лежит как раз в области психологии. Это не значит, что те люди гораздо более личностно зрелые. Ни в коем случае, чаще наоборот. Просто алкоголь уже стер, если грубо говорить так, остатки мозгов, которые отвечают за планирование, в частности, префронтальная кора, за планирование, за анализ. И они просто уже не думают и не парятся. И вот их тело более расслабленное и более подготовленное для беременности, чем тех женщин, которые носятся с этим, с этой сверхценной идеей, в напряги, в страхе, в тревоге по поводу всей этой ситуации. И если вы у себя обнаруживаете какие-то подобные страхи, подобные тревоги, самый простой совет, который может лежать на поверхности, дайте себе возможность переключиться. Увлекитесь чем-то, чтобы вас действительно зажигало. Какое-то, может быть, рукоделие, может быть, волонтерство. Почему? Известны случаи, когда женщины принимают ребенка из детдома в семью и тут же, буквально через несколько месяцев, беременны самостоятельно, хотя до этого годы не могли забеременеть. Потому что они перестают эту идею держать как сверхценную, как сверхважную и смысл жизни подчинять только этому. Жизнь, она такая яркая и многосторонняя. Я не предлагаю вам отказаться от идеи беременности. Я предлагаю вам посмотреть шире на этот мир и увлечься его яркостью в других проявлениях. Быть может, это поможет вам на этом этапе. Вторая группа причин, по которым женщины нередко не могут забеременеть, это так называемое нарушение идентичности или в идентичности, субличностей. Например, это могут быть женщины, которые с детства получали от родителей или от авторитетных взрослых предписание «Будь сильный». Мужик в юбке, как говорится, который коня на скаку остановит, в горящую избу зайдет, и для нее она вроде бы хочет иметь детей, вроде бы у всех есть, и мне тоже хочется, но та личность, та субличность, ее часть идентичности, которая отвечает за материнство, за заботу, за опеку, за ласку, за любовь, она не развита, она подавлена, она внутри сидит в заперти и не может раскрыться. Либо бывают ситуации наоборот, когда женщина, даже ей может быть 30-35 лет, не произвела сепарирование психологическое от родителей. Это те девушки, знаете, которые постоянно советуются со своей мамой, как поступить, или с отцом. Это могут быть взрослые женщины, но внутри подростки. Не произошло психологического роста, психологического взросления, и они так и идут по жизни, будучи сами ребенком. Они хотят ребенка, они хотят эту куколку иметь у себя, потому что это так здорово, это так мило, но внутри они остаются детьми. И мы с такими женщинами на консультациях проходим этот самый процесс сепарации от родителей, взросления, становления себя как личности и подращивания вот этой психологической части, которая как раз и отвечает за материнство. Также это могут быть причины, когда женщина в силу разных причин, например, воспитания в детстве, где сексуальное проявление очень табуировалось и стыдилось, а внутри часть идентичности, ее которая отвлечает за сексуальное проявление, подавлена. И секс это стыд, а значит быть беременной, это тоже быть стыдно, потому что они могут подумать, что, ну значит я сексом занималась, раз я беременная. И вот эта бессознательная непроявленность части, которая может проявлять себя в сексуальной жизни, а секс может присутствовать в жизни этой женщины, такой скудный, скрытый, ну просто чтобы забеременеть, скажем так. И это как раз зажимает внутреннюю репродуктивную систему, которая не дает проявиться сексуальности для того, чтобы принять мужскую клетку и забеременеть. А бывает так, что в женщине нарушена идентичность, которая находится в семейной системе. Например, женщина становится родителем для своих родителей. Это в психологии называется парентификация, когда мама или папа, женщины, которые не могут забеременеть, используют ее как родителя, обращаются постоянно, плачутся, она за ними постоянно ухаживает, либо за мужем, либо за какими-то еще родственниками. То есть женщина уже взяла на себя роль матери, и она хочет ребенка, но эта роль у нее уже занята, у нее есть ребенок, это ее муж, это ее родители или еще кто-то. Посмотрите, не присутствует ли в вашей семейной системе такого искажения, когда вы являетесь уже матерью, но не для своего биологического ребенка, а для кого-то из родственников. Это тоже нередкая ситуация, к сожалению, в нашей русскоговорящей действительности. Третья группа причин, это все причины, связанные с нарушением отношения с партнером. Когда вам может быть ваш партнер, ваш муж очень нравится, вы думаете, какой он хороший, с ним есть о чем поговорить, он так меня понимает, он такой заботливый, но другая часть вас, так называемая животная часть, не видит в нем альфа-самца, не видит в нем надежность, вы как будто стоите на зыбкой почве, вам сложно чувствовать себя в безопасности с таким партнером. И женщина на консультации может говорить, да он такой хороший, он такой замечательный, но другая часть, которая как раз и блокирует наступление беременности, она будет говорить, что нет, я не хочу иметь именно с этим мужчиной ребенка. И бывают женщины, которые отражают этот пример, когда женщина, будучи изнасилованной, беременнеет с первого раза, хотя до этого несколько лет она не могла забеременеть от своего партнера. Здесь, конечно, нужно присмотреться к тому, какие у вас отношения с партнером, может быть, действительно признаться, что в чем-то вас не устраивает эти отношения, обговорить их, сесть за стол переговоров и подумать, как вы можете улучшить состояние друг друга в паре, потому что отсутствие беременности – это парная задача, это не значит, что женщина виновата, даже если у мужчины все хорошо. Нет, это парный разговор, это союз, это задача, которую решают двое. Четвертый блок причин отсутствия беременности – это проблемы в отношениях с отцом или с матерью, когда присутствует сильная обида, а обида – это законсервированная агрессия, подавленный гнев на мать, например, за то, что она плохо вела себя по отношению к вам в детстве, на отца за то, что, может быть, он бросил вас, когда вам было 2-3 года, и что бы ни говорили, но развод родителей – это серьезный удар по психике ребенка, в каком бы возрасте это ни происходило. И здесь нужно разбираться индивидуально, восстанавливать вот этот мир, который разделен у ребенка, происходит разрушение мира родительского, когда родители разводятся, и для ребенка это как будто весь мир разрушился. Это выпускание этого гнева и обид, которые могут быть на мать, которые могут быть на отца, для того, чтобы соединиться с родом, если мы говорим про системные семейные консультирования, системную семейную психотерапию, когда вы позволяете себе внутри себя течь и женской энергии, и мужской, материнской, и отцовской энергии, для того, чтобы они проявлялись в вашей жизни. Ну и пятый блок причин – это причины, связанные с психологической травмой, с сексуальной травмой, возможно, которые были в юности или даже, не дай бог, в детстве. Нередко эти травмы тоже вытесняются из сознания, и человек в его взрослой жизни живет и не подозревает, что что-то травмирующее было в детстве. На консультациях мы видим, как это зажатое чувство стыда, например, что это было со мной в детстве, отравляет всю жизнь, и как я могу продолжать свой род, вот такая вот грязная, вот такая вот никчемная после этой ситуации, значит, и все, что из меня выходит, будет тоже недостойно этой жизни. И таким образом женщина может психологически убивать зародыша внутри себя физически, потому что постоянно она не принимает себя, стыдит себя за что-то и наказывает за тот случай, ту травму, которая была в детстве или в юности. И если вы сейчас смотрите это видео, и у вас первый ребенок есть, и вы не можете забеременеть вторым ребенком, то здесь просмотрите те причины, которые я указал выше. Бывает так, что жизненная ситуация меняется, у нас жизнь динамическая, постоянно что-то происходит, и, быть может, в отношениях с партнером что-то случилось, быть может, вы поняли, что сейчас более нестабильная обстановка в мире, или, может быть, просто вы устали. Вы действительно любите детей, хотите, допустим, двоих детей, мальчика и девочку, потому что когда-то в детстве так решили, но родив первого ребенка, вы поняли какой-то большой труд для вас лично, и вроде бы сознанием вы понимаете, что это дети, это здорово, дети, это классно, но другая часть вас, ваш внутренний ребенок говорит, нет, 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 я не хочу больше, я хочу, чтобы обо мне позаботились тоже, а не только отдавали эту энергию вовне, ребенку, мужу, работе, еще чему-то. Проанализируйте. Быть может, настало время для того, чтобы позаботиться немножко о себе. Я рекомендую вам посмотреть мое видео «Как полюбить себя». Там я говорю о важности этого процесса и даю технику, которая поможет вам наладить контакт со своей субличностью, отвечающая за вашего внутреннего ребенка, за то, чтобы себя в первую очередь наполнить, потому что наполненная мама – это репродуктивная мама, это счастливая мама, которая даст счастье ребенку. Потому что бывает, что люди прибегают к ЭКО, к каким-то другим операциям, но внутри, имея проблему, внутри, имея подавленный гнев, может быть, на жизнь, на обстоятельства, потому что я не отдыхаю, я устаю. И, к сожалению, даже заимев ребенка после операции, но не проработав внутренние психологические причины, становятся несчастными все. И ребенок, и муж, и сама женщина, и, к сожалению, такие пары тоже могут распасться. Вот почему я сейчас говорю о важности психологического здоровья. Ну хорошо, все причины вы послушали, и у вас возникает резонный вопрос. И что делать? Быть может, вы что-то нашли из тех причин, которые я перечислял, а может быть, вы понимаете, что да нет, вроде этого ничего нет. Конечно, комплексный результат возможен на индивидуальной консультации, когда мы четко поймем, в какой области лежит причина, выработаем индивидуальный подход и индивидуальную стратегию для решения той проблемы, которая есть. Но если вы по каким-то причинам не можете сейчас быть на индивидуальной консультации, я рекомендую сделать простое, но действенное упражнение. Как я говорил в самом начале, многие причины, они неосознаваемые. И, соответственно, нам нужно погрузиться в бессознательное для того, чтобы понять, какая часть нас отрицает беременность, отрицает материнство, подавляет этот процесс. Дорога в это бессознательное может быть любой. Как говорил Фрейд, сны – это золотая дорога в бессознательное. Но помимо анализа снов, можно использовать много методов, и я использую массу методов. Но то, что вы можете сделать сейчас, это следующее. Возьмите листочек бумаги и ручку, и в тишине буквально 2-3 минуты дайте себе время для того, чтобы сконцентрироваться, подумать о чем-то о своем, о беременности, о родах, о материнстве, о ребенке. И почувствуйте, какое слово отзывается в вас сильнее всего на эту тему. Это может быть слово «ребенок», может быть слово «беременность», может быть «материнство». И прямо напишите его в строчку большими буквами. И, концентрируясь на этом, придумайте слова, почувствуйте даже слова, которые ассоциируются у вас с этим словом, например, «материнство». На каждую букву, прямо так вниз и напишите. «Материнство» и вниз буква «мэ». Например, «мама». Да, написали «мама». А. «Аборт». Хм, странно, почему это слово первое пришло. Да, кстати, то первое слово, которое приходит на эту букву, то и пишите, не анализируйте. Не нужно, чтобы это была красивая какая-то картинка в итоге. Нет. Это работа со самим собой, со своим подсознанием. Буква «т». Ну, например, «тяжесть». Опа, а почему тяжесть идет? Я вроде так хочу ребенка. И проделав это упражнение с каждой буквой этого слова, опять же, не слушайте меня, это должно быть что-то из вас, может быть, вообще не связанное. Может быть, это будет пластилин или слово «гараж», которое вы не понимаете, почему пришло. Но после этого проанализируйте, посмотрите на эти слова и подумайте, ага, вот это слово, я понимаю, почему пришло. А вот это слово, не понимаю, почему пришло. И вообще странно. А вот это слово очень откликается, у меня даже, может быть, слезы наворачиваются, когда я читаю это слово. Это что-то важное для меня. И выберите одно, может быть, два слова, которые максимально резонируют с вами в данный момент. Какое-то слово из этих, которые вы написали. И это уже будет первый шажочек, ваше бессознательное, для того, чтобы проанализировать и найти ту часть вашей личности, ту идентичность, которая и ставит блок на беременности, ставит запрет на беременности и на родах. И дальше вы можете по такому же способу расписать это слово и уже к нему почувствовать ассоциации, те слова, которые ассоциируются с этим новым словом по каждой букве. И так в какой-то момент вы уплетесь к чему-то очень важному или наоборот очень странному для вас. Кстати, напишите в комментариях, если вы проделаете эту технику, какое слово для вас было самым значимым, которое вы написали, или может быть сильнее всего резонировало, отозвалось в душе, или наоборот вам показалось очень странным. Это уже есть пища для размышлений, это уже есть путь для того, чтобы, например, в индивидуальной консультации или вам самостоятельно начать думать, а в какой области лежит этот блок психологический, с чем это связано, с отношениями, либо с тем, что я сейчас живу в однокомнатной квартире с мужем, которого могут уволить, я снимаю эту квартиру, и если я еще забеременею и рожу, на самом деле я боюсь нестабильности финансовой, да что же делать, а может быть это связано, что я так долго не общалась со своими родителями, потому что ненавижу их за свое детство, а вот сейчас я это осознал, что у меня ненависть связана с материнством, и пора бы как-то этот вопрос проработать, вопрос вины, обиды и подавленной агрессии. Я желаю, чтобы этот ролик, это упражнение было для вас началом вашего пути, в ваше материнство, в вашу гармонию, и чтобы лодка вашей семьи не разбилась, а стрессы, а какие-то конфликты и переживания, возможные по поводу беременности. Это радость, и даже если на данном этапе у вас что-то не получается, жизнь очень короткая штука для того, чтобы запрещать себе радоваться, а психологический рост и психологическое избавление от каких-то проблем, это то, что сопутствует всегда нам, но кому-то вот выпадает, через невозможность забеременеть, решить другие свои аспекты, которые, возможно, в будущем бы привели к психосоматическим заболеваниям, к раку. Может быть, лучше сейчас избавиться от мешка обид, от конфликтов и от каких-то тревог, которые сейчас беспокоят, чем потом заболеть психосоматическим заболеванием. Я желаю вам счастья, я желаю вам решить этот вопрос. Если вы хотите решить его быстро и эффективно, вы можете обратиться ко мне за индивидуальной консультацией, ссылка для обращения будет ниже. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, и пишите в комментариях, что вам запомнилось и как прошла у вас работа со словами. Подписывайтесь, до встречи в новом видео.